Ну что, всем привет, с вами я Николай, рад приветствовать вас у себя на канале, канал про парфюмерию не только. Всем моим горячо и пламенный, если что, подписываемся на канал, у меня здесь бывает весело, интересно и немножечко познавательно. Ну что, вы долго у меня просили, Николай, расскажи про те ароматы, которые дорогие, которые близки твоему сердцу, которые ты можешь смело назвать свое парфюмерное я. Я растерялся, правда, но я вот решил, что в канун Нового года, 31 декабря, я это видео выпущу. Я честно нагреб 25 ароматов со своих полок, поставил их на стол и начал думать и гадать, а как же сделать вам подборку, чтобы она совпадала полностью с моими ощущениями и чтобы вам было интересно. Немножечко я убрал, в общем, все равно осталось очень много, поэтому терпите. И почему бы под салатики, под нарезки, под свои какие-то кухонно, вот эти вот бытовые дела, под стругание яичек, открывание, не знаю, шпрот, не посмотреть или не послушать мои видео, по-моему, отличнейшая идея. Вы можете и ничего-то не резать, да, и что-то там не готовить, вот эти вот фарши раскладывать по перцам, а просто взять бокальчик и расслабиться на часочек, я вам это разрешаю. Я по традиции за ваше и мое ментальное здоровье, еще в конце мы с вами окончательно челкнемся, я пожелаю вам хорошего Нового года, а пока давайте, собственно, приступать. Ну что, мое парфюмерное я, что это такое, кто еще не понимает термин данного слова, что оно обозначает, это те ароматы, с которым человек идет по жизни, которые он смело может назвать своим парфюмерным почерком, своим парфюмерным я. Тот аромат, по которому его, например, узнают знакомые, близкие, родственники, да, и те ароматы, которые обладают вау-эффектом, и после вас остается шлейф чего-то необычного, возможно, люди идут за вами и спрашивают, а чем же, собственно, от вас пахнет, пожалуйста, напишите, что это за бренд, что это за аромат, я хочу себе такой же. Это только моя подборка, это те ароматы, в которых я уверен, это те ароматы, с которыми я прожил очень долгое количество времени своей вот этой вот парфюмерной зависимостью. Ну что, давайте приступать, если у меня получится, мне не будет лень, я запишу все ароматы списком, поставлю там, когда вы все это найдете внизу в описании. С чего начнем? Давайте начнем со стариков моей личной коллекции, с теми ароматами, с которыми я прожил очень много интересных и не очень событий в моей жизни, но хочу начать вот с этого, потому что это, наверное, один из самых первых нишевых ароматов, один из самых нишевых брендов, который засел у меня давно и надолго. Вы все поняли, это звенящий у нас Монталь. Пьер Монталь. Так какой же аромат я могу назвать во всей плеяди ароматов Пьер Монтале моим парфюмерным я? Это красный ут. Красный ут это офигенно. Я буду вот так вот мотать в камеру, не знаю, будет ли фокусироваться, но надеюсь, что будет. Это офигенно. Если вы не пробовали красный ут, я вас настоятельно рекомендую после новогодних праздников, если вдруг у вас появятся лишние денежки. Можете заказать на рандевую, если что, здесь будет мой промокодик, ссылочку я попытаюсь оставить внизу в описании. Либо здесь Монталь Николай постарается. Что же такое красный ут? Вот красный ут я могу смело порекомендовать всем тем неординарным личностям, которые любят стойко, которые любят громко, которые любят, чтобы за ними оставался километровый шлейф, чтобы это было два пшика и умри все живое. Вот это будет здесь. Про что композиция? Во-первых, здесь шафран. Шафран горячий, шафран теплый, шафран обжигающий, шафран убаюкивающий. Это действительно, по моим ощущениям, как теплый шерстяной шарф, либо теплый шерстяной свитер, либо из какого-то кашмирана. Он действительно согревает. Здесь необычнейшее сочетание, по крайней мере, я слышу. Смол, розы, специй. Специи очень приятные, специи слегка кондитерские. И вот эти вот кондитерские специи навевают мне какие-то хлебобулочные рождественские изделия. Поэтому я очень люблю этот аромат носить в зимнюю погоду. Я буду носить его зимой, который у нас только-только начинается после Нового года. Может быть, с собой к маману его возьму, потому что моя маман тоже любит этот аромат. У нее было три флакона. У меня тоже, собственно, третий флакон. Я вам не вру. Вот как перед вами, как белый лист. Нигде крестиков, ноликов нету. Обожаю, обожаю. Хороший шафран, хорошая роза. Действительно, есть ощущение какого-то, вот скажу, имбирного печенья, либо выпечки. Этот аромат сравнивают очень часто с Chocolate Gritty, вот именно по вайбу. То есть, там у нас, конечно, шоколадки, там у нас, конечно, ваниль, печеньки. Вот это все кондитерская какая-то история. Здесь, в принципе, можно подставить сюда и Chocolate Gritty, но эта история побогаче. Эта история более восточная и мне очень нравится. Отлично сядет на мужчин, которые любят прям объемно, которые любят прям оставлять за собой шлейфины, которые любят сладкое, острое, не побоюсь слова сказать, перченое. Обязательно попробуйте. Это лично мой фаворит у бренда Montal. Я вас ни к чему не призываю, не обязываю. Но просто познакомьтесь. Мне кажется, что мой зритель, мой Заюхин, он понимает мои вайбы. И у нас очень часто совпадают вкусовые парфюмерные пристрастия и предпочтения. Поэтому рекомендую. Идем с вами дальше. Дальше тоже старичок. Дальше аромат, который я приобрел спустя неделю после выпуска релиза. У меня есть хорошая знакомая парфюмерная фея Ирина. Она, может быть, смотрит, может быть, меня не смотрит. Вот, собственно, этот аромат я приобрел благодаря ей. Я уже вам показал. Это мужские мифы. Мужские мифы – это офигенно. Если вы не знакомы, в принципе, с Amoage, если вам хочется чего-то необычного, дымного, кожаного, да, землиста, хризантемного, идите смело к мифам. Если вы их еще найдете, потому что именно мифы мужские и женские, бренд Amoage снимает с производства к большому разочарованию всех людей, которые очень любят эти композиции. Берите смело, если есть бабки, как говорится, лишние деньги жгут, и мужскую и женскую в хозяйстве потом пригодится. Люблю женскую, люблю, хочу себе флакончик. Я уже тут маману везу подарочек от меня и от рандевушек, и от вас, потому что вы покупаете по моему промокодику. Люблю крепко, обнимаю, до хруста безе. Про что же у нас мужские мифы? Это тоже вау. Это тоже вау-эффект. Здесь у нас также два пшика, умри, все живое. Это, наверное, один из самых громких, один из самых шлейфовых, один из самых стойких ароматов у бренда Amoage, потому что здесь очень много пороха, очень много земли. Здесь действительно ощущение, что будто бы петарда в новогоднюю ночь, кто-то где-то взрывает, и ощущать вот этот дым пороха сгоревшего с чем-то таким от огня, от золы, и все это доносится до вас. Ну, плюс еще здесь просто чумовая кожа, кожа с ирисом, кожа грубая, кожа плотная, кожа зеленая, и необычное сочетание хоризонтемы. Вот такие же хоризонтемы, которые растут, где мы с вами их видим, да, на приусаденном участке, либо у вас на даче, либо где-то в городе, в огороде, неважно. Это круто. Мужскую версию я могу порекомендовать только и исключительно мужчинам, потому что именно на мужчинах вот этот вот дым, вот этот вот копоть будет красиво и хорошо смотреться. В принципе, мужикам можно смело и женскую, что я, собственно, делал. Там, в принципе, то же самое, но там прям просад. Просад хоризонтем. Хоризонтемы, увядающие в осеннюю погоду, их охватывает первый зимний морозец, вот они стоят и умирают. Там вот полная меланхолия, в принципе, как и мужские мифы. Но здесь вот этот вот аккорд ириса с кожей, он прям хорош, он прям хорош, поэтому настоятельно рекомендую, как говорится, Суну Джала. Из еще моих старичков, которые давно идут со мной рука об руку, нога к ноге, это бренд Ив Сен-Лоран, их приватная бутиковая линейка и аромат под названием Кафтан. Я, наверное, всем уже уши прожужжал, про этот аромат было снято множество видео. Я его включал во всевозможные подборки. Но если вы не знакомы с приваткой Ив Сен-Лоран, у вас есть к ней доступ, вы где-то смотрите меня за рубежом, да, в Европе. Я знаю, что у меня очень много есть подписчиц с Германией. Блин, вы такие крутые, вы такие классные, вы пишите мне в личные сообщения. Я из Германии, я там из Дюссельдорфа, я там из Берлина. Мне нравится тебя смотреть. У меня есть хорошая знакомая Анна. Анна, привет тебе большой. Мы с ней общаемся практически, да не практически, каждый день. Она также из Германии. Очень хороший такой открытый, добрый человечек. Я раскидал карты, я зажег свечу, что у тебя в следующем году будет все-все-все хорошо. Она также паразвисима. Какие-то моментики спрашивает, интересуется чем-то. И, в принципе, тоже приобретает аромат. И даже не на рандеву, по моей наводочке. Анночка, спасибо тебе большое за то, что ты появилась в моей жизни. Ну что, кафтанчик. Кафтанчик из Сен-Лоран. Идем знакомимся с линейкой, если есть на это возможность. Про что же аромат у нас кафтан? Его очень часто включают во всевозможные ладаные подборки. Я соглашусь и не соглашусь одновременно. Да, это аромат можно притянуть за уши, что про ладан. Про самый носибельный, мягкий и политкорректный ладан. Но все-таки эта композиция не про ладан. Это композиция про теплые, гурманские, очень мягкие, очень обволакивающие, убаюкивающие, согревающие смолы. Здесь у нас огромнейшее количество бензоина. Здесь огромнейшее количество чего-то сладкого, чего-то воскуренного, приятного. Да, здесь говорят о том, что композиция очень похожа на дух православия. Я соглашусь, потому что очень часто в цверквушках, где-то там в наших молельных учреждениях государственных, вот, пахнет приблизительно так. Но все-таки, если хотите аромат именно православной церкви, у нас впереди, немножечко спойлеров, будет полноценный обзор ароматов от Натальи Витковской. И там я, в принципе, расскажу про все ароматы. И там есть композиция под названием «Молитва». У меня у Натальи тоже есть свой персональный именной промокодик, который также вам даст скидочку 10% при общении в личных сообщениях. Напишите, что я от Николая, 10 Николая. И все, и купите ее ароматы бюджетнее. То есть, там идем слушаем молитву, а кафтанчик – это тоже хорошо. Это тоже хорошо. И в Сен-Лоран делают, наверное, самую интересную бутиковую приватную линейку. У нее, у этого бренда, есть видение того, что хочет конечный потребитель. Поэтому я очень люблю. Мне нравятся вот эти вот их флаконы-небоскребы. Здесь 125 мл, магнитная крышка. У меня еще есть 75 мл запечатанные. Поэтому я не горюю за то, что бренд ушел с территории Российской Федерации. Мне хватит на 300 лет вперед. Но вот если есть возможность, суньте жало. Вот во всей вот этой вот плеяди приватки бутиковой линейки в Сен-Лоран, кафтан, на мой взгляд, просто самый топ. Это очень хорошо. Это хорошо сядет и на мужчину. Это хорошо сядет и на женщину. Он, в принципе, внесезонный. Люди жалуются на его не стойкость, не громкость. У меня с этим все хорошо. Я эту композицию слышу целый день. Здесь и перчик. Здесь у нас смола. Здесь вот это вот что-то сладкое. Это безумно красиво. Скорее всего, вот именно вот этот замес, вот этот джус и ваниль, естественно, потому что цвет меняет, забивает рецепторы носителю, да, и композиция кажется не такой монстрозной. Но это просто пушка, бомба, ракета, граната. Так, смотрю, смотрю, что еще у меня осталось из старичков. Там много, что у меня осталось из старичков. Давайте, собственно, пойдем к моему, наверное, топ-5 парфюмерных я. Я уже засполерил. Бренд Филиппе Сорченели. Аромат. But not today. Не буду говорить, чему он посвящен. Уже было миллион видео, где я его вставлял. Но это классно. Хотите что-то необычное, хотите что-то под классику, хотите что-то, что может вас шокировать, но при этом, чтобы это было очень носибельно и интересно, смело идите к бренду Филиппа Сорченели. Все работы. Вы там найдете для себя все, что вы захотите. Там есть и люксовое прочтение популярное, и есть что-то небанальное. Да, у нас Филипп Сорченели славится мастером ладанных историй. Ладанных в смысле. Он использует большое количество ладана, смол, каких-то церковно-католических мотивов и напевов. Но у него очень часто бывают очень странные композиции. У меня, кстати, было на канале где-то видео «Позволь мне заплакать» про жасмин, про туберозу. Ну, тоже хорошо. Зеленый флакончик стоит где-то там наверху. Ну, уже доставать не буду. But not today. Про что? То композиция. Да, композиция противоречива. Когда-то у нас в свое время в нашем парфюмерном сообществе, так сказать, змей, гадюк и хомяков, прошел слушок, что это пахнет туалетом, это пахнет неносибельно, это пахнет кровью, да ничего подобного. Вы просто никогда, наверное, не нюхали и не работали в больницах, да, не подходили никогда к пациентам, никогда не помогали, не занимались палеотивной помощью, возможно. Вы не знаете, как пахнут в отделении у людей, но у меня просто очень большие вопросы. И в туалетах так не пахнет. Я бы с удовольствием ходил бы по московским туалетам и нюхал, где бы вот была такая вот отдушка в виде адоранта, да, в виде амбиянса. Это история про гвоздику, про носибельную гвоздику. Я не люблю гвоздичный аромат, я, в принципе, к ноте гвоздики так отношусь скептически, но это хорошо. Это удобная, приятная, слегка сладкая гвоздика, которая утопает в большом количестве медицинского холодного шафрана. Здесь есть очень отчетливо ощущаемые и обоняемые нотки металла холодного. Действительно металл, вот как будто вы прикасаетесь с поверхностью кожи к чему-то холодному, и вокруг вас вот пахнет гвоздикой чем-то сладким. Здесь есть животина, но животина абсолютно не мерзкая. Я лично в своей голове это представляю как бобрик, который одет в портупею, да, во что-то кожаное. И вот он в руках держит букетик с гвоздикой. Вот такие вот у меня ассоциации, это хорошо, это в шлейфе настолько прекрасно, это в шлейфе, это очень собирает комплименты. Я хочу вам сказать, даже при всей моей любви, при всем том, что люди знают, что мне нравится чертовщинка-говнинка, все же какая-нибудь странь, да, странь, люди сделали комплименты. Это флакончик, который я очень долго ждал, я очень долго мониторил по ценам, чтобы вдруг он не вырос. Естественно, я все пропустил, с 10 тысяч рублей флакончик подскочил. За 17, как бы говорится, уже было долго и не нужно ждать, я, собственно, заказал. Заказал, кстати, серчинельский аромат появляется на рандеву, поэтому, если вам интересно, можете сходить, примите промокодик, будет бюджетно. Мне нравится, мне нравится визуал, мне нравится подача, мне нравится эта композиция, это необычно. Пахнет ли кровью? Не знаю, для меня кровь пахнет немножечко по-другому, но, возможно, за счет ноты металла, за счет каких-то вот этих специй, кому-то здесь что-то мерещится. Мне же это все-таки про гвоздику, про какие-то цветы отстраненные. Вот здесь есть такой припах чего-то цветочного магазина. Металл и шафран. Безумно люблю, я знаю, что все мои знакомые, которые ко мне лояльно, их не так много уже приобрели себе, либо от Леванты, либо вот полноценный флакон. У бренда раньше были десяточки, но, к сожалению, они текли, и, как говорится, бренд решил их снять. Поэтому идем знакомимся с Филиппой Сурченеле. Идем с вами дальше. Дальше бренд Лоурен Мацоне, либо в простонародье ЛМ Парфамс. У меня здесь будет аромат Синодия. Синодия переводится как без даты. Про что? Я уже тоже несколько раз говорил о том, что это хорошая замена старому выпуску Палпа от бренда Байреда. Я от своих слов не отказываюсь. Но большой плюс этой композиции, она не только про фруктяшки, она не только про фруктовое пюре, про что-то такое мускусно приятное и так далее и тому подобное. Здесь для меня очень красивая нота кожи. Нота замши, которая обыграна еще фиалкой. Здесь действительно можно почувствовать те же самые, не могу сказать, что гнилые фрукты. Фрукты переспелые, перележавшие на солнце. И маракуйя, и инжир, какие-то очень приятные медовые нотки. Плюс еще это все обыграно фиалкой, чем-то уходовым. И большое количество замши. Безумно нравится. Шлей хороший, стойкость хорошая. Поэтому ищите нетривиальные фруктовые громкие стойкие ароматы, которые бы не распадались на непонятно что и не уходили в простую мускусню. Попробуйте Синодье. Вот Синодье от Лорен Мацона, мне кажется, в принципе, закроет все ваши гештальты по поводу фруктов. Идем дальше. Дальше страх божий. Очень многих паразависимых людей. Люди не понимают этой композиции. Люди не понимают этот бренд. Я не могу сказать, что я не понимаю этот бренд. Я его понимаю. Но по большей части все их ароматы, ну, окей. Да, такое себе окей. Меня этим сложно удивить. Но Мегамары в моем сердечко. Мегамары я пью нещадно. Мегамары мне нравятся. Мегамары я могу вам смело порекомендовать. Чем же это пахнет? Да, людям это пахнет потом. Людям это пахнет грязными носками. Чем-то немытым грязным телом. Но для меня нет. Здесь просто тонна амбродеревяшек. Просто тонна амброцинита, гидиона. Мне это пахнет действительно стихией воды. Мне это пахнет холодным. Я бы даже сказал океаном, в котором плавают какие-то айсберги. Пахнет это продуктами переработки океана. Да, какие-то водоросли. Какие-то, я не знаю, рыбьи. Вот эти вот чешуечные мотивы. Все это будет здесь. Но плюс эта композиция. Ее еще, кстати, никто не смог скопировать. Так, как это сделал Александр Гультьери. В своем бренде Ordo Parisi. Здесь есть простор. Здесь есть воздух. И здесь есть очень интересная нотка хлорки. Я ее для себя выделяю. Это действительно ощущение, будто бы помыл кафель в ванной. Либо в туалетной комнате. Каким-нибудь ядреным доместосом. Повесил какую-то висюльку. По типу морская свежесть. Включаешь вот это все. Вот это вот дух. Ну, просто что-то подобное. Я сейчас говорю про свои ассоциации. А так мне нравится. Я им не обливаюсь. Я наношу два контрольных пшика себе на грудь и на затылок. Хожу, наслаждаюсь целый день. Это монстр стойкости. Это монстр шлейфа. Я понимаю, почему он людям может не нравиться. Потому что амбр деревяшки имеют свойство выжигать и высушивать рецепторы. И людям становится больно. Я спокойно пользуюсь. Плюс еще, смотрите, какая тут отсылочка к морской тематике. Перламутр. Мне нравится. Мегамара входит в топ-1 ароматов у бренда Ordo Parisi. На втором месте Seminalis. Ну, Seminalis, в принципе, можно без него обойтись. У меня есть коллекцию. Просто хорошо. Просто хорошо. А вот это, я могу смело назвать, мое парфюмерное. Я ношу спокойно. Даже летом наношу один пшик. И просто хожу, кайфую, наслаждаюсь вот этой вот свежестью. Вот этой вот акватикой, без воды. И вот именно ощущение какого-то северно-ледовитого океана. Мне очень нравится. Мне очень нравится. Идем с вами дальше. Дальше. Что к чему, к чему, к чему рука у меня должна потянуться. А давайте вот к этому. Бренд Moth & Robbins. Это у нас Mark Buxton. Это у нас парфюмерия нишевая из замечательного города Берлин. То бишь у нас Федеративная Республика Германия. И там вот есть бренд под названием Моль и Кролик. Он переводится. Все ароматы данного бренда посвящены какому-то кинопроизведению. В частности, Синглмен посвящен фильму Тома Форда. Да, он в свое время был режиссером. И Синглмен это очень хорошо. Я сюда не буду приплетать историю, что же творилось в этом фильме. Мы вообще не про это. Здесь, кстати, с тайм-кода, в какое время, какой кусочек нужно посмотреть, что нужно сделать, чтобы прочувствовать эту композицию. Вот если вам эта информация интересна. Про что же Синглмен? Синглмен это хорошо. Синглмен действительно, я могу смело назвать, что это, наверное, по моей градации самый интересный чайный аромат. Потому что он действительно пахнет чаем. Чаем с большим количеством чего-то цитрусового. То есть, прям кружочек такой терпкого, с брыжечего соком лимона, в который вот этот вот чай добавили еще большое количество имбиря. Чай стоит, остывает на каком-то деревянном столе. Все действие происходит с загородом. Но это просто хорошо. На мужиках эта композиция садится просто филигранно. Это действительно и под костюм, и под какой-то кэжуал. Это никого не задушит, никого не прибьет. Я кайфую от этой композиции. Она сделана просто шедеврально. Я к Марку Бакстону отношусь постольку поскольку. Потому что он очень часто любит использовать в своих работах какие-то фенхелево, зеленые, ботвинные истории. Да, пахнет огородом, дачей, либо чем-то. А вот здесь вот он постарался. Смело рекомендую. Зайдите там, не знаю, в космотеке. Эти ароматы представлены. Понюхайте синглмен. Мне кажется, что вы останетесь довольны. Если вы любите чайные ароматы, любите ароматы с нотой имбиря. Но это просто шикос, как говорится, шикардос. Выдвигаемся дальше. Дальше у нас будет аромат, про который я прожужжал, наверное, каждому уши. С которым я призываю вас познакомиться. Потому что это будет бренд Regalian и аромат под названием Marrakesh. Бренд Regalian. Турецкий нишевый бренд. Да, ароматы стоят не 3 копейки, но они этого стоят. Если вы найдете вот в этом оформлении вот этот флакончик, хватайте не глядя, если у вас будут лишние деньги. Потому что это того достойно. Это Amash. Это копия на переделанный аромат от бренда Andy Tower под названием «Воздух в марокканской пустыне», но только от турков. Соточка. Концентрация здесь экстракт, поэтому за стойкой за шлейф я вам, как говорится, отвечаю. Чем же это, собственно, пахнет? Это действительно хорошая вариация, хорошая интерпретация первых работ Andy Tower, потому что это Ambra. Это Ambra сухая, с большим количеством ладана, с большим количеством каких-то других смол. Есть ощущение жары, есть ощущение теплоты, небольшая толика специй. Композиция действительно согревает, композиция действительно переносит куда-то в жаркие страны. Я еще говорил в своем видео, когда обозревал этот пархюм, что его сравнивают с африканской кожей от бренда Mema. Я от своих слов также не отказываюсь, поэтому если горюете за снятостью, за переделанной работой от бренда Mema, можете смело попробовать региальный маракеш. Мне хорошо. Это вот та Ambra абсолютно не санная, абсолютно не глупая. Вот эта Ambra, она вас погружает в эту композицию, вам хочется ее вдыхать, чувствовать и прочувствовать, что же будет дальше, но просто кайфушки. Просто кайфушки. Поэтому попробуйте. Все любители Ambra, все любители воздуха мараканской пустыни, идите, пробуйте. Найдите пробник, прикупите себе в новом году и прочувствуйте вот именно то, как должен сейчас быть, по идее, воздух в мараканской пустыне. Но, к сожалению, Энди Тау решил его пересобрать. А вот за Меракеш Регалин я, в принципе, поручаюсь. Я знаю, что этот парфюм сметали два раза с полок интернет-магазина парфюмерии косметики. Рандеву, собственно, мои за Юхина в этом постарались. За что вам большое спасибо. Идем дальше. Дальше. Что же, что же, что же мне взять? Давайте вот мою относительную новинку, которая у меня уже в третьем исполнении. Кюрцелес, тот бренд X-Nila. Видосик уже тоже был относительно недавно на канале. Это хорошо. Это хорошо. Эта история, я там рассказывал вам про авиационную куртку. Да, здесь еще у нас в сотрудничестве с Бишем, в сотрудничестве X-Nila работал какой-то популярный фотограф, который фотографирует звезд именитых. Вот. Поэтому здесь у нас воздух, здесь у нас фиалка, здесь у нас необычное сочетание минеральной истории. И плюс очень интересный окиголовудно-фиалочный блок. Но действительно это пахнет воздухом. Это действительно пахнет необычной кожей. Я бы даже сказал, очень приятной замшей. По стойкости у меня все хорошо. По шлейфу тоже хорошо. Мои знакомые чувствуют здесь и чай. Чувствуют здесь какие-то инжирно-пыльно-извездковые ноты. В общем, всем эта композиция нравится. Я по большей части здесь слышу ирис. Я слышу кожу. Я здесь слышу перец очень необычного прочтения. И фиалку. Я кайфую. Этот флакон я, естественно, никому не отдам. Вот этот флакон я испью сам до самого победного конца. Потому что эти композиции стали стоить как-то баснословно дорого. Идем дальше. Дальше история про ветивер. Но также от бренда Regalian. Если вы ищете самый необычный, самый небанальный ветивер. Вы хотите как-то вот украсить свою коллекцию безумно громким, безумно стойким. Чем-то зеленым. Чем-то действительно таким с вау эффектом. Попробуйте аромат Spade of ветивер от бренда Regalian. Потому что здесь у нас большое количество и вернила. Здесь большое количество того же самого ветивера. Древесные ноты. Какие-то минеральные ноты. По стойкости, чтобы вы понимали. Кому-то стойко, кому не стойко. Мне эта композиция, она на мне живет. Так трое, так точно. Ее еще не с первого раза можно снять. Чем она пахнет? Она мне пахнет морем. Она мне пахнет пустым побережьем. Где растут какие-то травы, да, а сока там, неважно. Пахнет мне чем-то древесным. Пахнет действительно ощущением Балтийским морем. Вот с моря дует соленый морской воздух. И вокруг вас какие-то водоросли. Что-то там еще пахнет действительно камнями, на которых растут какие-то водоросли. Все это еще обдается холодным Балтийским солнцем. Но это безумная красота. Безумная красота. Парфюм. Вот, чтобы вы понимали, здесь концентрация экстракт. Пшик заполняет собой 40 метров. И духман остается, ну, полдня так точно. Поэтому все любители ветивера, все любители очень странной, небанальной акватики. Если вам, в принципе, нравится вот эта вся морская тематика. Но хотите, чтобы было не как в Мегамары сухо. Да, а вот эта композиция действительно про влагу. Мне безумно нравится. Дальше, дальше, дальше я беру тоже относительную свою новинку. Это бренд Умберт Стефан Лука. И аромат под названием Геймстон. Черный камень. Долго останавливаться не буду. Каждый в этой композиции, пожалуйста, возможно, фокус. Найдет что-то свое. Для меня это странное прочтение уда, кожи, каких-то смол. Здесь есть какие-то отголоски от вишни. Да, просто вот что-то намеком. Это действительно меланхолия. Это действительно что-то не наше, не земное. Здесь действительно можно рассуждать очень-очень долго. И с вашего позволения я вот эту композицию, потом пойду после видео по делам, хочу унести с собой. Хочу унести с собой. Все. О, действительно, вишня, табак, кожа, какой-то ладан. Что-то вот от алкоголя, от безумно дорогого. Эта композиция очень изменчива. Она меняется в час по несколько раз. И каждый раз открывает какие-то свои грани. Мне безумно нравится. Люди, если еще не пробовали Черный камень, любите смолы, любите Восток. Обязательно, обязательно попробуйте. Вот сейчас, не помню, что я говорю в обзоре. Я сейчас чувствую очень большое количество алкогольных коньячных нот с чем-то таким вишнево-табачным. С очень приятным, густым, бархатным. И эта композиция погружает в себя. Ее хочется обонять. Ее хочется слышать и слушать себя. И мне безумно нравится. Ну что, дальше у меня будет два брата-акробата, которые также я могу смело назвать своим парфюмерным. Я эти композиции ношу по большей части на работе. Если где-то пахнет ганимедом, значит пришел, собственно, Николай Сергеевич на работу. Собственно, вот. Ганимед. Не буду долго останавливаться. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Квентин Биш. Мне нравится. Это хорошо. Это под белый халатик в умеренно допустимой дозировочке будет очень замечательно. И Аки Головут. И Шафран. И что-то металлическое. И что-то от печатной дорогой продукции. Очень приятная замша. Очень приятный османтус. Да, но композиция абсолютно не для человека. Эта композиция, как я уже несколько раз говорил, сделана, чтобы удивлять. Она сделана в пробирке. Вот Квентин Биш, собственно, постарался. Также не буду далеко отходить. Также могу смело назвать сейчас уже моим парфюмерным я. Но мое парфюмерное я только в летний период. Почему? Потому что именно в лето, именно в жару, именно в зной, именно во влагу, инсилата раскрывается то, как оно должно быть. Здесь у нас и ревень. Здесь у нас какие-то... Ну, пишут, что мариванные истории. Я не знаю. Для меня это просто зелень. Большое количество гальбанума. Большое количество изобутилхинолидовой кожи. Кожи зеленой. Ощущение дыма. Ощущение того же самого Аки Головуда и минеральности. Если еще не пробовали Ганимета Инцилат. Хотите получить себе в коллекцию, в копилочку что-то с уау-эффектом. Можете не тратиться на все остальное. Вот эти два аромата действительно закроют вам все потребности. Один будет и в первой мере добрые люди. В умеренно допустимой дозировочке. А второй вот лично для себя. В минуты каких-то терзаний, страданий ментальных, послаблений. Когда вам захочется получить какого-то заряда. Какой-то, я не знаю, допинг. Вот смело приобретайте Инцилат. Пользуйтесь в свое удовольствие. И та, и другая работа сядет замечательно на мужчину, на барышню. Я знаю, что Инцилат, по крайней мере в моем коллективе, очень барышень много любит. Кстати, кто-то тоже уже себе приобрел флакончики под Новый год. Естественно, без промокодика, к сожалению. Потому что на бренд марка Антуан Бура не работает скидуля на сайте рандеву. Но, тем не менее, это очень и очень хорошо. Зачесался нос. Во всем виноват у нас Инцилат. У меня есть вот такой. От Инцилата у меня чешется нос. Что-то там, видимо, раздражает. Ну что, идем с вами дальше. Дальше. О, мы уже так быстренько все к концу подходим. Также моя относительная новиночка. Аромат, который я очень долго хотел. Аромат, который мне безумно нравится. Я люблю ноты Инжира. Это бренд Maison & Sense и аромат FIG Audi. Уди, короче. Не буду долго останавливаться. Очень странный Инжир. Инжир плодово-бахчевой. Так пахнет в какой-нибудь, хотел сказать, парилке. Так пахнет в каком-нибудь, не знаю, в оранжерее. В теплице, где выращивают томаты. Ну все, слушайте, надо выпить. Надо выпить. Я вам разрешаю. Давайте чокнемся. Пока давайте чокнемся. Чим, да, за ваше здоровье. Здесь, кстати, не алкоголь, если что. Здесь у меня энерготик. Энерготик, простите, с манго. Манго, по-моему, и ананас. В общем, FIG Audi. Это действительно Инжир, который соединили с капелькой уда. Который соединили с чем-то древесным. Плюс небольшая капелька ладана. И это все пахнет безумно странно. Безумно необычно. Для всех фанатов каких-нибудь фантазийно-мистических ароматов. Вот бренд Мизон Энсенс, в принципе, для вас. Там огромнейшее количество ароматов. Но мне нравится Драконья кожа, на которой тоже был обзорчик на моем канале. И мне безумно нравится вот именно FIG Audi. Про очень странный. Инжир плодово-бахчевой с какими-то томатными листовыми нотками и обыгранными смолами. Попробуйте аромат сладкий, аромат зеленый и аромат смоленистый. Это все, что, собственно, нужно вам знать про него. Начесал я свой нос, короче. Но неважно. Нам сегодня можно. Сегодня 31 декабря. Нам можно все. Также аромат, по которому меня узнают. Также аромат, который в моем сердечке достаточно давно. Я, собственно, вот. Я его купил практически год назад. За год я выпил буквально-таки половину. Это бренд Naomi Good Seer и аромат под названием Бикелитовая ночь. Есть полноценное видео на канале. Если что найдете, вы вобьете и посмотрите. Это история про туберозу. Но про туберозу не про цветы, не про то, как пахнет ночной цветок. А вот именно про зеленые стебли, коренья. То, как пахнет, возможно, сок стебля туберозы. Плюс еще здесь есть очень необычное что-то зеленое. Что-то от гальбанума. Что-то от сжженной проводки. И в совокупности это безумно интересно. Это пахнет мрачно. Это пахнет необычно. Это безумно стойко. Это безумно громко. Вот действительно, как будто космический корабль, где перевозят какие-то очень странные инопланетные растения. Да, они живые. Они пышут жизнью. От них пахнет так вот специфически зелено-кожано. Падает на каком-то, не знаю, на необитаемой планете. Происходит катастрофа. Пахнет прожженной проводкой. Чем-то таким техническим. Что-то от горящего пластика. И плюс вокруг вас вот эта вот зелень, джунгли и те же самые растения, которые вы перевозили. Это моя воспаленная фантазия. Так сработало. Мне безумно нравится. Ищите, приобретайте. Я знаю, что можно спокойно приобрести с рук, я не знаю, на вторичке, но это того стоит. В принципе, композиция для всех любителей зеленых, странных, необычных композиций вот вам сюда. И, наверное, последний аромат, который мне также безумно нравится, который я также призываю вас с ним познакомиться. Это бренд Бафорт и аромат Фатом 5. Аромат Фатом 5. Также на канале есть обзор всей линейки ароматов. По-моему, только новинку я там не обозревал, но не суть важна. Скажу так, бренд интересен, бренд интересен всем вот прям нишиедам, нишелюбам, которые, в принципе, мало чем, мало чем их можно удивить. Вот идите к этому бренду. Мне нравится там печенька, Vita, Lingua Vita, по-моему, как-то так, живое дерево. И, ну вот, Фатом 5, это действительно самое сердечко. Пахнет ли это цветочным магазином? Мне пахнет. Мне это пахнет и землей, мне это пахнет влагой. Вот такое ощущение, как будто действительно с мороза ты заходишь в цветочный магазин, открываешь дверь и на тебя нападает дух цветочного магазина. Да, кто-то говорит, что он пахнет одеколоном, но все ароматы бренда Бафорт себе содержат вот эту вот одеколонистую нотку. Это, видимо, фишечка, это, видимо, почерк вот именно бренда. Видимо, так захотел создатель, так захотел создатель бренда, собственно, один из участников группы Металлика. Если еще кто не знал, бренд-то из United Kingdom. Ну, это хорошо. Это хорошо, но единственное но, я не могу эту композицию не носить никогда, кроме как по весне. По весне или вот только-только в начавшуюся осень, чтобы была влажность, в композиции нужна влага, потому что в сухом климате или в жарком, а в холод она скукоживается, а в сухость, да, вот прям в такой жар композиция растворяется в небытие. Действительно появляется вот именно какая-то вот алкогольная одеколонистая нотка. Но стоит надеть эту композицию в дождь, либо в межсезонье, появляется вся красота. И гиацинты, и какие-то лилии, да, и какой-то жасмин. Ощущение цветочного магазина я просто в самое-самое сердечко. Мне нравится. Нравится зеленая нота всем любителям цветочных, не сладких композиций. Здесь сладости как таковой нет. Здесь будет и смородинка, и земля, и цветы. Что еще вам нужно? Я сейчас махаю рукой и понимаю, какой же, блин, красивый черный камень. Это действительно кожа. Это действительно табак. Но это просто кайф. С вашего позволения еще сделаю вот так. И вот так. И сейчас пойду по делам. Ну что, мои любимые, хорошие. Хочу поздравить всех и каждого с наступающим Новым Годом. Большое спасибо, что остаетесь со мной. Большое спасибо за вашу поддержку, за вашу обратную связь. Я нашел в течение года большое количество людей, которым оказывается интересно, что я делаю. Значит, я делаю это все не зря. Вы покупаете ароматы по моей наводке, идете ко мне в телеграм-канал, в мой чатик вступаете, если что, где сидятся самые крутые люди. Российской Федерации не только. Делитесь там какими-то новостями, скидками, акциями, своими переживаниями, своими горестями. Я безумно рад, что вы попались мне на моем жизненном пути. Ну, либо я вам попался, как хотите, так и называйте. Хочу пожелать всем и каждому из вас здоровья. Хочу пожелать здоровья всем вашим родным и близким, чтобы все ваши мечты, все ваши начинания исполнились в 2024 году. Я и дальше, если позволите, буду вас радовать какими-то интересными видосиками, да, какими-то новостями, сплетнями и так далее и тому подобное. Все, еще раз всем и каждому из вас большое спасибо. Любите, берегите себя. Пользуйтесь только классной, крутой парфюмерией. С вами в уходящем 2023 году был мистер Николай. Вот, обнялся до хруста безе. Давайте, собственно, еще раз щелкнемся, чтобы мы следующий год прожили еще лучше, чем этот, не взирая на все, на то говно, которое происходит в нашей жизни. Все, всем еще раз и каждому большое спасибо. Чин-чин. И увидимся в новом году совсем-совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok